В мире наблюдается иногда, к сожалению, определенные террористические акты. И бывают такие моменты, что за террористическими актами находятся люди, которые называют себя мусульманами. Ислам, если перейти с арабского языка, дает два значения. Первое значение — это мир. Второе значение — это покорность Богу. То есть муслим — это тот человек, который, проявляя покорность Богу, сеет мир по отношению не только к мусульманинам, а всем тем людям, которые его окружают. Когда мы слышим в новостях или в интернет-сайте, что определенные люди, которые считают себя мусульманами, совершают те или иные какие-либо террористические акты, эти два понятия, они между собой не взаимосвязаны. Ну, человек, сиющий в мир, запугивает людей и убивает людей для того, чтобы распространить, так скажем, свою идеологию. Мусульманин, он всегда должен помнить о том, что он сеет только мир. И вспомним достоверные предания, которые приводятся от пророка Мухаммада, салаллаху алейсалям, когда у него спросили у пророка, салаллаху алейсалям, кто является мусульманином. Он давал несколько ответов в определенные периоды времени, но одно из его выражений дает точное понятие, можно сказать, синониму толерантности. Мусульманин – это трепетный человек, он аккуратный в своих выражениях, в своих взаимоотношениях, в отношениях к своей семье, в отношениях к своей жене и детям, соседям, родителям и всем тем людям, которые его окружают. Он будет говорить с такой добротой, с такой аккуратностью и с таким трепетным, в первую очередь думая о том, что этот человек может согрешить, выражаясь непорядочным или несоответствующим под тем качеством, которое должен иметь себе человек-мусульманин. Поэтому мусульманин и слово му'мин верующий – это те люди, которые несут только добро и мир.